Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. Вас приветствует канал Ирика, Берлин, Дойчланд. Я нашла потрясающее видео. Я не поняла, вот казах он. Но это совершенно не играет роли. Для меня вообще национальность не играет роли. Если человек порядочный, если человек адекватный, да пусть хоть черный, хоть желтый, хоть какой он будет. Пусть он украинец, пусть белорус, пусть русский, пусть немец. Самое главное, чтобы он был нормальный, адекватный человек. И вот этот парень говорит ну просто потрясающие вещи в своем видео. Он говорит, разберитесь, украинцы, сначала, что вы до войны вытворяли. И не удивляйтесь, почему началась эта война. Мне часто задают некоторый вопрос. А Россия же напала, не мы же напали. Эти люди до сих пор не заинтересовались, почему все это произошло. Они почему-то всегда считают, когда им отвечаешь на этот вопрос. Глубокий вопрос, который в двух словах не объяснишь. Это надо слишком много рассказывать, что произошло до военной операции. Я много не пойму вообще. Вы просто откройте глаза и посмотрите, что было. В первую и вторую кампанию Чеченской войны, когда происходили события в России, ваши добровольцы приезжали в Чечню убивать русских солдат. И что они там творили, один Господь Бог знает. А в Грузии что делали? Вот ваши добровольцы, офицеры, которые были уволены в запас, которые служили в противовоздушной обороне Украины. Они за деньги убивали, сбивали самолеты российских летчиков. Ну было же такое. Было. На Майдане вы берку ставили на колени. Понимаете, вы кричали, что это ваша независимость. Какая-то странная у вас независимость. А в Одессе вы что сделали? Сожгли людей заживо. Даже беременную женщину не пожалели с ребенком. Она была беременна. Правда. Вы даже за это ответственность не понесли. Патриот, который так сильно любил Украину, звать его Олесь Бузин. Что вы сделали? Вы просто его взяли, расстреляли на улице. Просто. И человек, который убил его, из зала суда выходя, правый сектор аплодировал ему стоя. Скажите, и это виновата Россия? Ну уж вы сначала в себе разберитесь. А потом говорите и за вас, и там еще что-то. Понимаете? Мы тут ни при чем. Если вы заварили эту кашу, то вам и это... Ну я просто, знаете, у меня эмоции просто переполняют. Я просто в шоке, что вы пишете вообще. Понимаете? Как можно так ненавидеть человека вообще? Мы с вами люди. И я люблю Украину. Но я люблю другую Украину. Часто, когда я что-то говорю, а вам-то какое дело, как говорят мне украинцы? Это наша Украина. А вам какое было тогда дело, когда в Чечне была война? Кто добровольцами бежал и убивал российских солдат? И издевался, и вытворял страшные вещи из-за денег, из-за бабла или когда были беспорядки в Грузии? Что вы там потеряли? Мне часто пишут за то, что я говорю правду, показываю людей и комментирую. И свое мнение говорю. Мы в свободной стране. Тяжело, правда, выставлять. Тем не менее, я стараюсь говорить правду. Ну, адекватно говорить. И иногда хочется, конечно, у меня эмоции надо зашкаливать. Приходится все контролировать, потому что на YouTube невозможно выставить все, что я думаю. Тем не менее, все равно надо держать себя под контролем. Сами знаете, можно так заговориться, что эмоции будут такие, что мне YouTube и два слова не разрешит выставить. И вот вы часто мне пишете из Украины. Я не знаю, из Украины или беженцы на Западе. И, возможно, даже больше они пишут мне о том, что, мол, бумеранг есть и пугают меня и так далее и тому подобное. Почему же вы не говорили о бумеранге, не вспоминали о бумеранге, когда как этот парень в видео сейчас скажет, что творилось в Одессе, что беременную женщину вы не задумываясь убивали? Это же катастрофа. А сейчас вы все кричите, орете, что вы творяете с нашими, с нашей землей, с нашими людьми погибают. Да, мне жалко людей адекватных. Во многих моих видео я говорю о нормальных украинцах, которые не в этом вот именно, что сейчас происходит на Украине, абсолютно не виноваты, которые осознали, может быть, раньше осознали, а может быть, немножко позже осознали то, что происходит. Но лучше позже, чем никогда. И поэтому часто мне тоже говорят о том, что, ну, например, вот прошлое видео выставляло о том, что женщина, у нее был сын на фронте и что он попал в плен. Она не думала о том, что, как бы, она не думала о том, что, когда посылала своего сына на фронт, что, мол, убивать русских солдат. Ребята, во-первых, надо быть снисходительным. Я вам опять повторяю, лучше позже, чем никогда. Этот человек очень хорошо осознал все, что происходит на Украине. Затем другой еще пример. У меня есть очень хорошая знакомая из Веницы. Она до военных действий приехала в Берлин, работает, хотя язык даже не знает, но она работает в косметологии. Берлин, очень хороший специалист. И у нее семья. Одни против ее мнения, другие за ее мнение. Вы не можете, даже если у вас сын хочет на фронт, а вы против этого, запретить ему. Если он хочет, он пойдет. Так же точно, как моя подруга, у нее брат, который радикально думает. Говори с ним, не говори. Она столько с ним уже пробовала говорить. У него свое мнение. У каждого есть свой выбор. Но я человек справедливый. И лучше, даже если человек сделал ошибку и осознал ее, то это же прекрасно, если он рано или поздно понял свою ошибку. А ведь многие люди живут до старости лет и не понимают своих ошибок. А мы благородные люди, хотим быть благородными. Я понимаю матерей, которые послали своих ребят из России, они погибли. Это ужасно. Я понимаю матерей тоже украинские, которые послали их свои. И не хотели этого. Послали и понимают, что сейчас происходит с сыновей. И это тоже ужасно. А молодой, горячий, думает, ничего не понимает. Надо иметь сострадание. А вот те бандеровцы, которые сидят в тылу и подстрекают всех, и правительство. Вот о них надо говорить. И те, которые подстрекают и пишут мне гадости. И во время, когда я снимала видео о День Победы, и когда я выставляю даже украинцев, которые хорошие, прекрасные люди, говорят свое мнение. И они даже при этом, такие выставляют видео, и мне пишут гадости. Вот этих людей я никогда не защищаю. А наоборот, вывожу на чистую воду и говорю то, что я думаю. И поверьте мне, я прошла в своей жизни столько ужасов тоже. Не будучи на фронте, конечно, слава тебе, Господи. Но есть в жизни не только это. Есть и другие несчастья в жизни. Что те люди, которые пишут гадости после таких видео, которые я выставляю, после того, что я говорю мое мнение, пакости желают мне чуть не смерти. Вы думаете, пишут вторая бабка, ты такая-сякая. Вы знаете, вот клянусь. Вы только больше еще не убеждаете, что я все правильно делаю, что я выставляю свои видео, готовлюсь к ним. Ищу вот таких вот людей. О которых я говорю. Понимаете, тот, кто прошел тяжелую жизнь. Понимаете, тот, кто прошел тяжелую жизнь, потерял сына. Это же ужасно, когда мать пережила своего сына. Это очень страшно. Я могу представить. Или когда человек прошел тяжелую болезнь и благодаря, спасибо Богу, выжил в моем данном случае. Когда я была в клинической смерти, кто не знает, некоторые подписаны позже на мой канал. У меня есть об этом видео, что я прошла и как я боролась. Я до того сильная стала, что то, что мне пишут вот эти гадости, желают чуть не выйти из больницы, так и пишут. Это люди, которые о чем-то говорят о какой-то справедливости и говорят о каких-то высоких материях, что, мол, бумеранг существует. Неужели, друзья, вот человек, который прошел клиническую смерть и в коме был, который в буквальном смысле орал от боли, когда занесли ему спинномозговую инфекцию по ошибке врача, когда ни один врач не давал ему, прям в глазах говорил, «Жить, мы не верим, что ты выживешь там не знаю сколько процентов». Когда у тебя уже живое место, когда 3-3 месяца лежишь в больнице, нету вообще нигде, ни одна вена, все уже такие спорченные вены из-за инъекций, из-за капельниц, что тебя уже всовывают сюда, в пот или в грудь. И пот, неужели вы думаете, что эти люди, которые мне пишут и желают из-за моих видео, гадости, они меня оскорбят? Я вообще считаю, человек, который говорит то, что думает, свое мнение, осознанно, без мата, без агрессии, анализируя то, что происходит, интересуясь, как мне говорят, вы путинская пропагандистка. Я честно вам скажу, я забыла, когда я смотрела, у меня нет даже русской программы, но я могла бы посмотреть по интернету, но я не смотрю, потому что это вы можете сами посмотреть, мои подписчики. Я ищу информацию немецких источников, украинских источников и так далее, и тому подобное. И неужели вы думаете, вот те, которые мне такие пишут гадости, что вы мне сломите эти? Или таких людей, которые, как этот мальчик сейчас говорил, эти люди, которые пишут гадости на все, что мы рассуждаем, правду, говорим, они гадости говорят, мат, гадость, я желаю смерти от слабости своей. И это меня еще больше делает сильной. А я вообще очень много интересовалась, хотя я верю в Бога, но я такой человек разносторонний, эзотерику, просто интересовалась, я не занималась ей. Я просто считала, а вы знаете, что вот те люди, которые завидуют, у них агрессия, они не понимают, они думают, что если они желают, значит, это осуществится, как они хотят. Вы знаете, что эти люди теряют? Вот я говорю тем людям, которые пишут, вы теряете очень много энергии, вы даже отдаете этим энергию, и вы в первую очередь вредите самому себе. Очень жалко, что происходит сейчас вокруг Харькова, что в кольцо берут, что есть очень хорошие, кстати, каналы, я смотрю одного из Харькова, очень милый человек, у него собака, она ужасно боится, я смотрю, очень люблю животных, как он страдает, как он боится, обчарка, может быть, вы знаете этот канал. Он говорит без всякой агрессии, он инвалид, и у него пожилые родители, у них нет денег куда-то уехать в другое место. Вот этих людей мне жалко. Я недавно одному написала, мне тоже писали на комментарии, типа такого, что, как говорится, что вы творяете, вы напали и так далее, и тому подобное, что вы такие агрессоры. Ну, вы знаете, старые песни, что некоторые украинцы любят говорить. А я вот тебя спрашиваю, возьмем Крым. Я вам говорю, давайте не будем даже, это старая песня, ничего вам не докажу. Я скажу просто на примере, ему написал ответ. Иногда, хотя у меня очень много комментариев, я нахожу, потому что я уважаю даже тех людей, которые пишут такие комментарии. Я ему спокойно написала, человеку, возьмем Крым. У меня есть знакомый кремчанин, которые имеют отель в Крыму. И мы познакомились в отпуске в Египте. И они приглашали в гости. У них свой отель, очень хороший. Ну, пятизвездочный, но очень хороший домашний такой отель, домашняя кухня. И вот эти ребята, они больше украинцы. Они говорят, слава богу, что мы так живем сейчас. Сейчас, конечно, тяжело там немножко прогорает отель. Но они говорят, мы зажили хорошо именно, когда мы стали Россией. И вы сами это прекрасно знаете. Я просто говорю из моих, вот мои личные знакомые об этом говорят. Так я спрашиваю, а какой агрессии вы говорите России? А чего вы боитесь? Что у вас? Что у России своей земли нет? Вы что, не понимаете ничего, что Россия хочет? С чем она борется? С фашизмом? Национализмом? Что те земли оккупированы, как вы говорите, Россией. Присоединенные сейчас Россией. Они сейчас жить-то начали нормально. Без такой коррупции. Без таких беспределов. Все выстраивается. Что? Крым рабы стали? Это народ в Украине, который говорит, а вы там и это, вы сейчас хотите всех что-то истребить и так далее. Вы что, не понимаете? Вы что, не общаете? Не читаете, что происходило и происходит в Крыму? Как люди вообще живут? И как прекрасно там? Мы даже, честно говоря, с мужем хотели довоенно. Почему мне говорят, переезжай в Крым? Сейчас, конечно, нам страшновато. Мы не такие молодые. У нас никого там нет. А я с удовольствием, может быть, и приехала бы туда жить. Почему нет? Не на Украину, а вот именно туда. Хочу еще раз сказать. Каждый получает за то, что заслуживает. Понимаете? Это точно. И если вы до сих пор не понимаете, что если бы ваш президент вовремя подписал мирные соглашения еще в 22-м году, то этого бы всего не было. Да, на условиях России. Но самое главное, не во вред украинскому народу. Я не живу на Украине, а я вас уверяю, знаю много знакомых из Украины, с которых я общаюсь постоянно, что при России многие бы жили тысячи раз лучше. И когда украинцы поймут, что Россия все делает не во вред украинскому народу. Да, вы ведь так, как будто вас бомбят и так далее и тому подобное. Почему до этого опять, повторяю, дошло? И вы неужели думаете, что Россия, если бы хотела действительно целенаправленно каждого убивать, что она бы ничего этого не делала? Но потеря это невозможна. Война есть война. Я поняла, что национализм очень большой на Украине. Раньше я была, ну, не скептически, ну, по крайней мере, думала, ну, да. Я смотрела видео и так далее. Знала, конечно, о Донбассе. Но теперь я еще больше убеждена, потому что я делаю видео об этом и вижу реакцию людей, некоторых украинцев, как хороших, так и ненормальных больных. По-настоящему больных. Пока вот такие вот люди неадекватные, психически нездоровые будут существовать на Украине, мирного неба вам, к сожалению, не будет. Хотя я вам этого не желаю. Я желаю вам мира. Я часто говорила, что я смотрю один украинский канал. Тарас, адвокат из Одессы. Так вот, друзья, это ж надо-то вот дойти. Он этого, конечно, не советует. Но говорит такие вещи, что он говорит, есть только один выход, чтобы не идти на фронт сейчас. Это ж до такого дойти. Но он не советует, он говорит, он же адвокат, он понимает, что он говорит, есть такой только выход, что, значит, если человек подсудимый сделал какое-то преступление, маленькое или большое, и находится в СИЗО и так далее, тогда в это время его не будут отправлять на фронт. Вы можете представить, значит, выход у некоторых будет. Преступление совершать? Это как может довести страна, ваше правительство, вас, и вы еще о чем-то говорите, о какой-то России? А вы слышали, чтобы в России люди сделали специальное преступление, чтобы их не отправляли на фронт? Я этого такого не слышала. И мне очень жалко, что мир, к сожалению, не знает многого, что сейчас происходит на Украине, потому что все, что сейчас творится, здесь об этом не говорят. И получается, что люди вынуждены делать какие-то преступления, чтобы не на фронт, это же просто ужасно. Почему же европейцы не говорят, европейские правительства, об этом? Это же говорит о катастрофе внутри страны, о ужасном правительстве. Все это говорит, что народ, уже многие, не желают идти на войну ради своего правительства. И что люди понимают потихоньку, что их с Россией, если бы были перемирия, с Россией ожидают намного лучшая жизнь, чем то, что происходит на Украине при этом режиме. Друзья, я хочу в конце сказать, это мое мнение, мои рассуждения, я никого не убеждаю, каждый имеет право на свое мнение, только в адекватной форме, без агрессии, без матов, без желания друг к другу, смерти, ненависти и так далее. Я стараюсь выставлять видео простых мнений, простых людей в разных странах мира, как в Германии, немцев, так и на Украине, как русских, так и других. Те видео, которые меня заинтересовывают, и те видео, которые совпадают, мое мнение, и еле с ним не совпадают, а каждый имеет право на свое мнение. Только надо оставаться людьми. И за то, что другой имеет другое мнение, не желать ему гадости и пакости. Вы ведь все равно выглядите просто нелепо, а вас же просто будут думать, как о психически ненормальных, недохватных людей. Вы позорите себя. А всем моим подписчикам я желаю мира, скорейшего мира. Господи, дай Бог. Счастье, справедливость восторжествует. Кто хочет, буду рада новым подписчикам. Ставьте лайки, заходите в новое видео. До скорых видео. Пока, мои хорошие. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok